Каждый из нас должен помнить годы войны. 22 июня 1941 года. 9 мая 1945 года. Как они изменили судьбы людей, залили кровью и слезами детства, сделав короткими их жизни, разрушили светлые мечты о будущем. Каждый из нас должен помнить эти цифры. В 1418 дней продолжалась битва за жизнь. 27 миллионов погибло на полях сражений, умерли от голода и лишений, замученных в концлагерях. Одним из самых страшных в мировой истории преступлений против человечества был Холокост. Холокост в переводе с древнегреческого означает «уничтожение огнем», «жертвоприношение». Этот термин впервые был произнесен лауреатом Нобелевской премии мира, писателем, бывшим узником Освенцева и Бухенвальда Элли Визелем. Холокост как символ газовых камер, крематория, лагерей уничтожения людей. Это слово обозначает политику нацистской Германии и ее союзников по преследованию и уничтожению евреев в 1933 по 1945 годы. Холокост – это массовый расстрел невинных людей из-за принадлежности к еврейскому народу. Это символ газовых камер, сжигающих детей, женщин, стариков. С приходом к власти нацистов евреи полностью считались бесправной группой населения. Если человек другой национальности имел шанс на выживание, то у евреев такой возможности не было. Они все без исключения обречены на смерть. Всем, вне зависимости от возраста, полагалось носить нашивку в виде желтой звезды или лата – знак позора, чтобы отличать евреев в общественных местах. Для них во время Второй мировой войны создавали гетто, либо в дальних и бедных районах города, либо за городом. В гетто не было элементарных санитарных условий для жизни. Нацисты определили для евреев три этапа. Первый. Евреи не должны иметь права. Второй. Евреи не должны иметь права жить среди нас. Третий. Евреи не имеют права жить. Геноцид унес в жизни около шести миллионов евреев, почти три миллиона из которых были советскими гражданами. Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети, внуки никогда не были жертвами, малачами или равнодушными наблюдателями. Генеральная ассамблея ООН 27 января объявила Международным днём памяти жертв Холокоста. Эта дата не случайна. Она совпадает с датой, когда 27 января 1945 года советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти – Освенцим. Ежедневно в лагерь смерти пребывали до 10 эшелонов, в каждом от 40 до 50 вагонов, в каждом из которых находилось от 50 до 100 человек. В печах Освенцима за сутки сжигалось до 16 тысяч трупов мужчин, женщин и детей. В 1947 году на территории лагеря создали музей жертв нацистов, который включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На оккупированных территориях нашей страны действовали 41 гетто, в которых методично истребляли еврейское население. В каждом городе, оккупированным фашистами, была своя трагедия Холокоста. Оккупированный Киев. Осень, 29 сентября 1941 года. По улицам города движется колонна из тысяч женщин, стариков и детей, везущих с собой свои вещи. Начало трагедии, связанное с названием «Урочище Баби Я» – это символ трагедии евреев в Советском Союзе. Группу по 30-40 человек гнали на край глубокого оврага и в упор расстреливали. За два дня 29 и 30 сентября 1941 года на окраине Киева были расстреляны более 30 тысяч человек. Евреев из Киева и других районов Украины в Баби Яру расстреляли около 150 тысяч человек. Среди них евреи, военнопленные, подпольщики. В ходе холохоста погибло около полутора миллионов детей, из которых примерно миллион двести – это еврейские дети. Наиболее известный документ о зверствах фашизма сделала имя Анны Франк знаменитым на весь мир. Таня Савичева, которая вела свой дневник в блокадном Ленинграде, и Анна Франк были почти ровесницами и писали об одном и том же – об ужасе фашизма. И погибли эти две девочки, не дождавшись победы. Коренное население разных стран, оккупированных фашистами, относилось к евреям и вели себя с оккупантами по-разному. Но оставались честные и смелые люди. Именно они, немногие, с удивительным мужеством сохраняли лучшие человеческие качества. И, несмотря на опасность, протягивали руку помощи еврейскому народу. Этих людей впоследствии назовут праведниками. Праведник народа мира – звание, которое израильский парламент присваивает людям разных национальностей и вероисповедания, спасших во время войны евреев от нацистских палачей. В списках праведников народов мира – 4217 человек из бывшего Советского Союза. В России это звание получили 179 человек. Памятники жертвам Холокоста продолжают увыковечивать память о жертве геноцида евреев. Наиболее значительным из них – это мемориальный комплекс истории Холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме. Сегодня это ведущий центр документации и изучения истории Холокоста. Площадь героев гетто – Краков, Польша. В память о случившемся на площади установили 70 железных стульев. Туфли на набережной Дуная, Будапешт, Венгрия. Отлитая из чугуна скульптурная композиция представляет собой 60 видов различной мужской, женской и детской обуви. Стоптанные ботинки, туфли, башмачки, стоящие вдоль набережной у края Дуная. Памятник жертвам Холокоста «Плиты-плиты» расположен в центре Берлина. Представляет собой огромное поле из более чем 2700 серых плит. Мемориал «Яма», Минск, Белоруссия. Минское гетто, где 2 марта 1942 года нацистами было расстреляно около 5000 узников, установлен обелиск. Даже в Майами, США, территория которой не была охвачена войной, существует мемориал Холокоста. Это архитектурный ансамбль, в центре которого скульптура, вытянутая и ждущая помощи руки. Памятник жертвам марша смерти под Кёнигсбергом, поселке Янтарный, Калининградской области. «Трагедия народов» – мемориал, посвященный жертвам фашистского геноцида в Москве, который представляет собой выполненные из гранита бесконечные вереницы людей, мужчин, женщин, стариков, детей. Все они похожи друг на друга, обнажены с обритыми головами и с обреченными опущенными руками. Стоят в очереди за смертью. Шесть миллионов евреев расстрелянных, удушенных в газовых камерах. Холокост никого не должен оставлять равнодушным. Каждый из нас должен помнить, что многое начинается с меня, моих мыслей, поступков, действий. Завершая действие, посмотри на мир справедливыми глазами и помни, что ты – человек. Протяни руку не для удара, а для помощи. Радуйся тому, что кто-то может быть тебе за это благодарен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова